Я принял такое решение, степень его судьбоносности мы выясним, да? Я вам расскажу о том, что вызывает всегда повышенный интерес. Это когда мы сталкиваем то, что мы сейчас называем, или то, что чиновники сейчас называют цифровыми технологиями, а мы никогда это так не называли, ну и можете называть, не будем никогда, в дальнейшем посмотрим. С реальностью, да? С реальностью. То есть когда вот эти самые цифровые технологии сталкиваются с реальностью, причем в самом таком брутальном, неприкрытом, я бы сказал, виде. То есть когда мы с помощью вот этих самых чистых моделей, математических моделей, чистых методов, программных комплексов пытаемся разобраться с авариями, с катастрофами, то есть выяснить причины. То есть это как бы такой самый высокий класс, и в то же время вызов нам всем, да, профессиональному собственному. То есть если нам удается на основании вот использования этих современных, теперь так называемых технологий, выявить причины, да, и, соответственно, сделать выводы на будущее, да, как не надо, да, как надо, значит мы находимся на более-менее приличном уровне. Хотя ни одна из таких экспертиз, причина обрушения, не обходится и без таких выводов, что нужно это усовершенствовать, это разработать, да, здесь там поставить, так сказать, точку запятой или там восклицательность знать. То есть все равно мы идем по пути некого, так сказать, совершенствования, разработки, модификации, да. Вот, но бывают и другие случаи, я сегодня о них говорить не буду, когда, и такие случаи известны на самом деле, не только в строительстве, а вообще в современной такой технической цивилизации, современной, ну, которая уже, так сказать, не первые десяток лет этой цивилизации, да, она не вчера возникла, когда мы такие резонансные, да, резонансные, у всех на слуху, на виду, вызывающие обоснованное, так сказать, ну, как бы, беспокойство общественности, не только узкопрофессионально, но и широкое, да, причины, значит, аварий, масштабных аварий, ну, связанных там со строительством, с тем, что на флоте, например, вдруг какой-то корабль, да, значит, утонул, корабль, подводная лодка или какой-то, значит, огромный комплекс, да, там, нефтехимический, например, да, взорвался, да, ну, вот мы уж тут не говорим про то, что было на Чернобыльской атомной станции, вы помните, да, наверное, вы-то не помните, но слышали и читали в 1986 году, в 1986 году, ну, вы, наверное, я говорю, молодежи думаете, что тогда жизни вообще не было, но это не так, вот мы с Татьяной Бомной свидетелями, да, что жизнь тогда была, вот, вообще, на земле, в Москве, в Иркутской области она существовала уже тогда, вот, то есть вот эта Чернобыльская станция, вот далеко не надо очень ходить, 2000 какой там, 9-й год, да, это крупнейшая техногенная катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, да, помните, тоже, наверное, это уже при вашей такой активной жизни должно было быть, вот, ну, в школу вы точно ходили, я так понимаю, в это время, вот, вы скажете, да, это серьезная катастрофа, да, она унесла жизни 75 человек, вот, те, кто бывал на Саяно-Шушенской, видели там часовню перед станцией, перед плотиной, которая стоит, вот, в их память, да, а разобрались ли причины, да, в истинных, да, причинах, и вот эта экспертиза причин, не вызывает ли она сильных до сих пор сомнений, дискуссий, да, оппонирования в профессиональном сообществе, должен ответить утвердительно, да, вызывает, да, потому что не всякая экспертиза, которая, так сказать, скреплена гербовой печатью, да, вот, и признаются чиновниками, а во многом и направляются чиновниками, да, не всякое признаются профессиональным сообществом, да, то есть вот то, что доводы, аргументы были исчерпывающими, да, что они действительно убеждают в том, что причина была в этом, и что она не повторится, да, ну, эта причина вина не повторится в будущем. Говорю об этом не понаслышке, потому что нас с гидротехникой, ну, и атомной энергетикой, гидротехнику связывает и богатая история, почти уже полувековая, еще с советских тех самых времен, вот, и настоящая тоже, да, то есть мы по-прежнему работаем и в атомной энергетике, и в гидроэнергетике, более того, в этом году, наверное, я об этом рассказывал, я с моими молодыми коллегами был на Саяно-Шушинской ГЭС, и, как вы понимаете, не исключительно с экскурсионными целями, да, так вот приоткрою немножечко завесу, да, сделаю небольшую театральную паузу, как это принято у нас в преподавательской среде, так вот, не совсем с экскурсионными целями, хотя, конечно, увидев там барак с надписью «Энергомашиностроительный факультет», да, такой деревянный барак «Энергомашиностроительный факультет», 1978 год, я понял, что это именно тот барак, где я в составе строя отряда был вот 47 лет тому назад, да. Вот, то есть я хочу сказать, да, что вот эта тема, тема, значит, исследования причин, значит, аварий, самых разных, да, аварий, предаварийных ситуаций, катастроф, вот, она при всей ее драматичности и трагизме, ну, произошедшего, да, она как никакая другая тема толкает вперед вот технический прогресс, да, ну, повторяю, если и когда эти экспертизы проводятся на должном уровне и в желании, да, докопаться до истины, да, то есть когда, условно говоря, какие-то иные злобные силы, да, они давлеют над экспертами, да, а эксперты озабочены вот исключительно вот этой научно-технической задачей, здравой целью, значит, достигнув которую, то есть выявив причины, они могут дать вот ответы на извечные вопросы, которые тревожат Россию уже на протяжении многих столетий и на которые до сих пор, значит, не дано исчерпывающего ответа, да, а именно, вы знаете эти вопросы, да, кто виноват и что делать, да, но это такая же, такой же дуализм, как вот известно, две беды в России, да, дураки и дороги, ну, хотя второе является первым, явным следствием первого, на мой взгляд, вот, но тем не менее, значит, со вторым потихонечку вроде начинаем разбираться, да. Итак, сегодня мы посвятим, может быть, сегодня и следующий раз, да, посмотрим, как у нас с вами дело пойдет, посвятим вот как раз этим особенностям, то есть особенностям применения, применения численного моделирования, ну, как мы уже рассказали об этом, да, в предыдущих занятиях, важной составной части математического моделирования, да, важной составной части цифровых технологий, вот в таких очень сложных, очень, я бы сказал, драматичных, да, разбирательствах. Итак, вы видите, что вот эта презентация, действительно, она, на нее большой спрос, я довольно регулярно читаю лекции разной самой аудитории на эти темы, да, вот, начиная с судебных экспертов, которые учатся, там, как бы, а зам судебной строительно-технической экспертизы, ну, разумеется, магистрантам разных специальностей, да, ну, вот, соответственно, вам. Так вот, вы видите, что эта презентация, это как бы не описка, это как бы такой исторический, да, факт, видите, датирована 2004-2007 годом, да, ну, почему? Экспертиза, которой мы занимались, значит, датирована у нас 2004-2005 годами, да, но мы как бы продолжали некую наработку материала, не могли там остановиться в таком научно-техническом плане, поэтому вот, собственно, тогда, более, там, 12 лет назад, вот эта презентация и была создана, поэтому некоторые, наверное, ну, я не знаю, оформительские, например, вещи в этой презентации вам могут показаться отчасти архаичными, но сути дела это не меняет, да, как вы понимаете, сути дела это не меняет, но, повторяю, вы должны все-таки понимать, что это было вот как бы разработано, сделана эта презентация, ну, и те, тот материал, те выводы, которые по нему сделаны, это тому уже, там, ну, скажем, от 13 до 16 лет, так примерно, да. Итак, мы говорим о конкретном опыте, да, он был не единственным, я уже об этом говорил, да, он был не единственным, у нас был опыт экспертизы по всяких аварийных ситуаций еще в советские времена, в основном это на гидросооружениях и на атомных станциях, а вот уже в новое время для уникальных зданий и сооружений он был, безусловно, первым, да, первым и сразу вот таким показательным резонансным, да, в широком смысле. Итак, как выглядел объект на макете вот здесь в левом верхнем углу, вы видите, да, как выглядело, так сказать, ну, как бы внутреннее устройство зоны аквапарка этого спортивно-оздоровительного конкурса Трансфальпарк, ну, я дальше не буду говорить это полностью, да, просто Трансфальпарк или аквапарк, выглядело вот таким образом, ну, давайте немножко посмотрим, если бы я говорил лет 10-12 назад, я бы сказал насладился, насладимся, но сейчас это как бы уже вроде никого не удивляет, а тогда 16 лет назад, вот как раз в период этого обрушения, скажем так, да, 15 лет назад, точнее с половиной, да, конечно, это вызывало такие повышенные эмоции, потому что на тот момент это был такой единственный, первый и единственный, да, аквапарк, ну, или спортивно-оздоровительный комплекс с аквапарком, Трансфальпарк, который был вот впервые запроектирован, построен, введен в эксплуатацию и эксплуатировался к тому времени, к тому времени своему обрушению, о котором пойдет у нас с вами речь, более двух лет, более двух лет. Ну, давайте посмотрим на него уже не с позиции такой широкой общественности, потребителям вот этих вот спортивно-оздоровительных услуг, а с позиции, ну, вот как бы конструкторов, расчетчиков, экспертов, так скажем, да, что представляло это здание, сооружение, ну, в том числе та его часть, которая была подвергнута обрушению, да, практически полному, хотя был такой применен некий эфемизм, частичное обрушение, но мы увидим, что обрушилось почти полностью покрытие и опорная часть покрытия, то есть все конструкции покрытия, почти все, вот, ну, а устояла та часть, которая покрытием не является, то есть железобетонная часть прежде всего, да, значит, она не подверглась разрушению, обрушению, разрушению, ну, или каким-то даже, видимым, деформациям, да, то есть она устояла. Итак, это взгляд как бы изнутри, из зала, собственно говоря, аквапарка. Мы видим, что мы тут видим, да, мы видим вот оболочку покрытия, видите, да, вот такая ребристая, да, ну, в разных отраслевых профессиональных кругах можно встретить разные названия вот такого рода оболочек, которые подкреплены ребрами жесткости, да, кто-то называет ребристая, кто-то ребристая, кто-то ребрионная, да, ну, я тут не готов настаивать на каком-то варианте, но вы понимаете, о чем идет речь, да, что это достаточно была тонкостенная железобетонная, ну, это я вам говорю, оболочка, ну, для того, чтобы понять, насколько она была тонкостенная, именно та, которая была построена и обрушилась, да, при пролете порядка 70 метров, ну, чуть больше, чем 70 метров, так вот пролеты между вот этими, например, колоннами и вот этими колоннами, да, толщина вот этой скорлупы, так ее назовем, да, без ребра этой оболочки составляла всего 7 сантиметров, да, то есть соотношение толщины к пролету одна тысячная, одна тысячная, то есть это очень-очень и очень тонкая оболочка, то есть такая оболочка, конечно, не имела права бы на жизнь, да, то есть она бы тут же сложилась, упала, если бы вот не эти ребра, да, вот эти ребра жесткости, которые в основном обеспечивали вот жесткость этой оболочки, да, несущую способность этого покрытия железобетонного, и в которой была соцсоточена основная арматура, да, собственно говоря, но тем не менее, тем не менее мы, конечно, бросив взгляд на этот вид, запомним, зафиксируем для себя, что это очень большие пролеты, очень тонкая все-таки оболочка, пусть и ужесточенная ребрами, да, и обратим внимание еще на то, что вот в зоне, примыкающей, в зоне, примыкающей к колоннам, да, опорным колоннам, ну, вот внешним опорным колоннам, скажем так, по внешнему, по внешнему периметру, по внешней окружности, да, эта оболочка была очень полога, то есть ее кривизна приближалась к нулю, да, то есть это была практически пластина в этой зоне. Почему мы на это обращаем внимание? Ну, потому что под воздействием, собственно, веса, там, снеговых нагрузок, а напомню, что обрушение произошло 14 февраля 2004 года, на фоне каких именно, мы посмотрим позже, снеговых нагрузок, так вот, под действием вот этих вертикальных весовых и снеговых нагрузок, естественно, эта оболочка претерпевает, что, изгиб, да, то есть она прогибается, да, претерпевает изгибные деформации, и, значит, внутренняя поверхность у нее при этом находится в состоянии растяжения, а мы с вами прекрасно понимаем, что железобетон, да, растяжение, ну, или бетон, во всяком случае, да, держит очень плохо, да, то есть это, ну, такая, несколько опасная, как говорят народы, стрёмная история изначально, да, итак, оболочка тонкая, ужесточенная, но пологая, да, в своей, так сказать, наиболее такой опасной, я бы сказал, зимой. Это оболочка. Мы видим, что эта оболочка как бы не висит в воздухе, да, как, может быть, кто-то думал, а опирается на систему колонн, вот эта система колонн, каких именно мы посмотрим, ну, вот по основному периметру, по вот этому внешнему, внешнему, внешней окружности, шаг этих колонн порядка 12 метров, то есть расстояние их 12 метров, что эти колонны собой представляют, я повторяю, мы посмотрим, ну, и часть из этих колонн, вот здесь вы видите, потом увидим лучше, соединена между собой такими ветровыми связями, да, то есть такие связевые блоки, которые обеспечивают повышенную, ну, обеспечивают устойчивость этой конструкции от горизонтальных нагрузок, ну, прежде всего, ветровых, да, поэтому эти связи, как правильно, называют ветровые связи, да, ну, не только, естественно, вот в Трансфальт-парке, а вот во всех такого рода конструкциях. Мы еще также видим, ну, опять же, чуть дальше увидим подробнее, что вот эти колонны, соединенные между собой такими горизонтальными связями, видите, да, вот они тут просматриваются, видно, да? Вот, это не просто декоративные связи, это связи для прохода обслуживающего персонала, для обслуживания фасадов, для мытья вот этих витражей стеклянных, хотя для этого, конечно, тоже. Эти связи вполне себе силовые, да, то есть они несут силовую нагрузку, то есть участвуют в работе, являются, по сути, важным элементом, как мы посмотрим дальше, найдет подтверждение, важной части, значит, несущих конструкций системы опоры, да? Итак, вот мы видим такую систему, ну, увидим еще несколько, из нескольких ракурсов ее, ну, вот, например, такой ракурс, да, ну, мы видим, что тут вот видно, несколько колонн из такого внутреннего контура, да, это вот внешний контур, вот, кстати, связевой блок, вот обратите также внимание на то, обратите внимание на то, пока просто обратите внимание, да, что вот этот связевой блок, вот эти колонны, вот эти связи, да, они начинаются наверху, практически сверху колонн, а заканчиваются, видите, вот тут вот внизу, не снизу колонн, как это обычно делается, почему мы поговорим еще на эту тему, да, а заканчиваются, но он на достаточно большой высоте, да, то есть вот они соединяются с колонной на высоте, ну, порядка, там, трех-четырех метров, да, почему это, был ли тут какой-то замысел, значит, в чем он состоял, тоже об этом поговорить, да, и, значит, явилась ли эта причина и возможных, да, одной из возможных причин неприятностей, не обязательно аварии, не обязательно обрушений, но, значит, неких неприятностей. Ну, вот еще один ракурс, здесь как раз хорошо виден вот этот внутренний контур колонн, да, ну, и вот в полном блеске видно вот это покрытие, да, система ребер, такой образующий такой треугольный, да, такой узор, ну, это достаточно такая принятая устойчивая система, да. Теперь взгляд бросим на эту же конструкцию, конструкцию покрытия с опорной части снаружи, ну, вот со стороны внешнего периметра, мы видим, как это выглядит, и видим, что покрытие заканчивается системой вот таких конструкций, они называются перголами, ну, как бы, понятно, опять же, не в трансвальпарке их так назвали, это такое устоявшееся название, значит, в, так сказать, в сфере конструктивных решений и самих конструкторов, ну, носит это как бы две функции, да, первая, не знаю, какая из них важнее, ну, первая, она такая архитектурная, то есть, вот эти перголы в архитектурном смысле придают законченности, да, конструкции покрытия, ну, так оживляют, значит, в смысле надежности, безопасности конструктивной, они способствуют задержанию снега на покрытии, ну, тем самым снег не сходит прямо с этого покрытия и не падает на головы зазевавшихся прохожих, да, ну, за что прохожие, наверное, должны быть благодарны авторам этого проекта. Очень коротко, очень коротко не буду вдаваться в эти детали, хотя, когда я рассказываю об этой истории слушателям другой, как бы, сферы, ну, вот тем самым судебным строительно-техническим экспертам, да, вот, я этому уделяю очень большое внимание, то есть, как мы оказались на этом объекте, почему мы не другие, да, что там такое произошло, и, значит, как мы отчитывались, как мы убеждали очень многих, да, в том, что надо проводить эту работу на серьезной основе, она заняла у нас 9 месяцев, да, 6 этапов, огромный объем исследовательской документации мы представили на выходе, ну, включая как раз вот этот итоговый том на тысячи страницах примерно, да, экспертных исследований, в котором в итоге, помимо, вот, собственно, всех разделов экспертных исследований, о которых мы поговорим, на базе как экспериментальных, так и по преимуществам математического моделирования, были сделаны те самые выводы, да, из-за чего это произошло, кто к этому был причастен, и что нужно сделать, уже в расширенном смысле, чтобы такое не повторилось впредь на подобного рода объектов, как существующих, так, которые еще даже, так сказать, не были замыслены, да. Ну, давайте посмотрим теперь уже с позиции такого не внешнего, так сказать, фотофиксации, а уже чертежей, конструктивных схем, вот как выглядела эта конструкция, ну, вот мы ведь тут различаем как раз то, о чем я говорил, вот оболочка, разрез по бисектральной плоскости, что такое бисектральная плоскость, и где она проходит, я об этом скажу, мы видим действительно, что тонкостенная оболочка, напоминаю, 7 сантиметров, ребра, ну, существенно выступают, вы это видели, да, там арматура сосредоточена, вот эта система колонн, так, все это опирается на железобетонный каркас, вот он, этот железобетонный каркас, со множеством помещений, разного назначения, это вот цокольный этаж, а цокольный этаж, собственно говоря, опирается уже на фундаментную плиту переменной толщины, порядка одного метра, порядка одного метра, соответственно, эта фундаментная плита стоит на естественном основании, грунтовом, никаких свай там не было, ну, по крайней мере, в основной этой части, что неудивительно, потому что все-таки это не небоскреб, да, удельная нагрузка, ну, то есть нагрузка давления от конструкции на фундаментных, на фундаментную плиту и на грунт, не, так сказать, превышали, так сказать, каких-то серьезных значений, так что можно было рассчитывать, что вот с помощью такой фундаментной плиты можно, естественно, обеспечить жесткость и, так сказать, отсутствие чрезмерной деформативности этой конструкции, да, что собой представлял грунт, грунтовое основание, мы тоже об этом поговорим, да, потому что мы увидим, что это тоже не ушло, так сказать, мимо нашего внимания, скажем так, ну, теперь мы посмотрим вот здесь, как выглядел план, вот, собственно говоря, вот этого аквапарка, да, то есть зоны бассейнов, ну, вот этот вот бассейн, видите, вот такой сложной формы, это так называемый волновой бассейн, это тот бассейн, в котором мы с помощью специального насосного оборудования создавались волны, ну, типа приливных волн таких, да, которые вот характерны для курортов, да, или прочих там, морей и океанов, да, поэтому вот этот бассейн пользовался особым, особой популярностью посетителей, ну, и, так сказать, детей с родителями, скажем так, другие бассейны, да, просто вот такой вид, помните, я говорил, бисектральная плоскость, где она проходит, вот примерно здесь проходит бисектральная плоскость, потому что оболочка покрытия представляла собой такой сектор углом раствора 105 градусов, чуть-чуть больше прямого угла, так скажем, на 15 градусов, ну, соответственно, вот эта бисектральная плоскость, делящая конструкцию эту пополам, да, вот она примерно здесь проходила, это вот разрез, который мы видим. Ну, здесь в правом нижнем углу видно такая вечерняя ночная съемка после обрушения, да, мы видим, что обрушился практически все покрытие, ну, в зоне бассейна, да, ну, немножко там на периферии вот здесь немножко повисла часть этого покрытия, но, так сказать, тоже это представляло собой такое жалкое зрелище, но еще один вид, да, не будем на нем остановить. Теперь давайте перейдем к опорной части, да, вот опорная часть оболочки и, соответственно, то, что, значит, поддерживало оболочку, то есть колонны, да, мы говорили о том, что оболочка представляла собой тонкостенную такую, да, тонкостенную большепролетную оболочку с ребрами жесткости, напоминаю, но, естественно, колонны не могли, так сказать, оболочка не могла опираться на колонны вот в такой тонкостенной области, да, там просто продавили бы эти колонны, да, и как бы ничего бы не было, поэтому эта оболочка заканчивалась вот таким, значит, ужесточенным, да, ужесточенным кольцом, да, опорным кольцом оболочки, это метр примерно на полтора в поперечном сечении такой прямоугольник, да, очень сильно армированный, можно даже сказать переармированный, то есть арматуры там было даже больше, чем бетона, да, и вот этот такой вот опорный контур, он шел вот по этой окружности и по этим двум радиусам, ну вот, которые как раз оконтуривают как бы, эту оболочку. И, собственно говоря, оболочка опиралась на колонны вот через этот опорный контур, да, теперь посмотрим, каким образом она опиралась и на что она опиралась. Ну, мы видим, что здесь были специальным образом устроены по нижней поверхности, да, этого опорного контура вот такая площадка, да, ну, или, так сказать, закладная пластина занкеренная вот в этом опорном контуре, да, и вот это как раз металлическая, стальная закладная пластина, через эту пластину происходило опирание на колонну, да, опирание на колонну. теперь вопрос, что с собой представляли колонны? Видите, мы так, степ-бай-степ, примерно так, как мы с этим разбирались, вот, ну, понятно, мы разбирались чуть побыстрее, чем я это говорю, да, но тем не менее, тем не менее, были разные точки зрения, об этом тоже расскажу. Значит, опиралась на колонны, что с собой представляла колонна? Ну, давайте сначала посмотрим основную часть колонны, вот по высоте, да, по высоте это порядка там, ну, тоже там 15 метров, порядка такого, да, колонна, и большинство из тех, с кем мне приходилось говорить в период экспертизы, ну, у нас, я это называл собеседованием, на языке протокольном, прокурорском, это называлось допросы, да, так вот, на эти допросы, на эти собеседования приходили не только те люди, которые были там непосредственно причастны и вызывались, да, по повестке, что называется, ну, и приходили добровольцы, назовем это так, я говорю об этом без отрицательной коннотации, те, которые имели свою точку зрения, ну, мы говорим о технических специалистах, да, не просто сумасшедших, городских сумасшедших, да, таких тоже хватает всегда, причем в разных средах, а вот те, которые, значит, имели опыт, аналогичный, похожий опыт, и хотели высказать свою точку зрения, разумеется, мы не пренебрегали, значит, такими встречами, такими разговорами, часть из них мы вот вносили в протокол с тем, чтобы они оставались и как бы напоминали нам, да, в том числе о некоторых взглядах и воззрениях. Так вот, я задавал им всем практически один и тот же контрольный вопрос, среди прочих, да, то есть не только вам я задаю контрольные вопросы, профессиональные среди тоже приняли. Ну вот они там высказывали свои версии, почему это произошло, из-за чего, по их точке зрения, на что надо обратить внимание, я говорю, ну хорошо, уважаемые коллеги, уважаемый коллега, а вот из чего вы исходите, как вы думаете, из какого предпосылки, да, что с собой вот представляла вот эта вот колонна, да, ну вот основная несущая цилиндрическая колонна, надо сказать, что мы тут много чего наслышались, да, ну понятно, это я говорю о людях, которые не имели прямого отношения к проектированию, к эксплуатации этого сооружения, да, которые имели свою точку зрения, да, значит, могу сказать, что большая, подавляющая часть тех, кто нам говорили, отвечали неправильно, да, а подавляющая часть тех, кто нам отвечал неправильно, отвечали так, что это бетонная, ну или железобетонная оболочка, С металлической облицовкой. С металлической облицовкой. Ну, то есть, понятно, да, внутри бетон, снаружи металлическая облицовка, ну, какой-то металл какой-то толщины. Ну, в этом их ответе было правильно только одно, да, что вот эта облицовка металлическая, конечно, была. Ну, ее сложно было не увидеть, да, в том числе и на кадрах, в фотохронике и там других, да, сейчас мы это тоже посмотрим. Но оказалось, что они не были правы в основном. Что оказывается, что вот эта вот достаточно тяжелая железобетонная оболочка опиралась на пустотелые металлические, внимание, тонкостенные цилиндрические оболочки. Каковыми были колонны, да. Вы спросите, тонкостенная не фигура ли это речи, не преувеличение ли это с моей стороны? Нет. При диаметре 480 миллиметров, да, вы оцениваете, я помню, да, все эти цифры, и неудивительно. Вот. Толщина, как вы думаете, какая была этой оболочки, да, то, что называлось облицовкой, да, в устах профессионалов, толщина всего 8 миллиметров, да, представляете, да? То есть это в прямом смысле, в прямом смысле, да, тонкостенная оболочка цилиндрическая, да. Чуть позже мы коснемся вопроса, а как же так могло случиться, да, что вот такая тяжелая, причем железобетонная, там, суперармированная, ну, по опорному контуру, значит, оболочка опиралась на такие, ну, достаточно смелые, эфемерные конструкции опоры, да. Да, не скрою, у нас эта мысль тоже поначалу озадачила, то есть мы даже тоже сначала не то, что не поверили, но простукали и просмотрели все упавшие колонны, все, да, до одной. Ну, и да, ни в одной из них там никаких следов бетона внутри вот этого, значит, внутреннего радиуса оболочки не было, да, ну, как это по проекту, собственно говоря, и было предусмотрено. Почему? Коснемся этого. Теперь давайте перейдем к тому, а, собственно, как была организована, организованы зоны опирания этой колонны, ну, соответственно, опирание оболочки в верхнем узле колонны и опирание колонны на, так сказать, как бы вот этот железобетонный каркас, ну, или на цокольный этаж, так можно сказать, да, внизу. Тоже неочевидное решение конструктивное было, неочевидное, но мы всегда говорим, что не существует неправильных конструктивных решений, да, существует решения, которые не получили достаточного адекватного расчетного обоснования, или расчетно-экспериментального, да, мы об этом говорили. Любое самое смелое архитектурное, значит, архитектурная формация, конструктивное решение, которое ее обеспечивает, имеет право на жизнь, если и когда они нашли адекватное расчетное обоснование безопасности, да, только в этом случае. Мы еще, повторяю, посмотрим, как обстояло дело здесь, в Трансвальпарке, ну, тогда, когда происходило, в частности, проектирование в 2001 году, вот, но здесь конструктив выглядел, собственно, вот таким образом. Это проектный конструктив, который был, в конце концов, реализован и на практике, да, мы видим, что вот эта опорная закладная пластина, заанкеренная в опорном контуре, да, в опорном контуре, в оболочке, опирается на так называемый блюмс. Вот это такой металлический стержень, да, диаметр, значит, сечением, квадратным сечением 10 на 10 сантиметров, так можете прикинуть, да, 10 на 10 сантиметров, всего лишь, всего лишь. И по замыслу конструкторов, да, собственно говоря, нагрузки от оболочки, от закладной пластины через этот блюмс должны были передаваться на колонну. Причем здесь изначально не предусматривалось никакого крепления, просто под действием силы тяжести, да, то есть тяжести и трения, вот на этой поверхности, да, то есть поверхность, торцевая поверхность блюмса и поверхность закладной пластины, и поверхность закладной пластины, эта конструктивная схема должна была работать, причем по замыслу конструкторов работать устойчиво. Ну да, конечно, этот блюмс не просто так передавал усилия на колонну, вы видите, здесь колонна была закрыта с помощью сварных соединений, да, фланцем, и этот блюмс был установлен на этот фланец с помощью четырех приварных, значит, вот таких, ребер жесткости, вот таких, да, мы видим. Эти ребра жесткости тоже сыграют определенную роль в драме, которую мы сейчас рассматриваем, да, ну я перевожу так язык, может, такой театральный, кинематографический, но по сути, значит, такого рода расследование мало чем отличается от этого жанра, да, мало чем, ну разве что с применением вот технических средств и математического аппарата. Итак, мы видим, каким образом был устроен верхний, так сказать, узел, то есть это, по сути, такой карандашик, да, на котором балансирует на кончике грифеля, которым, да, понимаете, 10 на 10 сантиметров, а пролет 70 метров, да, вот, балансирует вот наши оболочки. Теперь как был устроен нижний узел? Он был устроен абсолютно зеркальным образом для этой колонны, то есть мы тоже видим фланцевый, фланец, который закрывает вот эту оболочку тонкостенную, да, видим блюмс, видим 4 ребра и, внимание, внимание, просто вот этот блюмс входит в паз между четырьмя брусками на фланговых сварных соединений и просто под силой тяжести и, значит, трения вот на этой поверхности держит эту колонну. То есть, если вы спросите или могли бы спросить, да, а если какая-то сила, какое-то явление собралось бы приподнять эту колонну, ее бы внизу что-то держало, предположим, вы задаете этот вопрос, а я вам отвечаю, не предположим, а точно, да, нет, ничего не держало, да, то есть если колонна выходит наверх, она просто болтается, да, либо вообще выходит из пазок этих, да, выходит, так сказать, из-под этих брусков, да. То есть, вот таким достаточно смелым, с точки зрения конструктива, образом, была устроена вот эта опорная колонна, да, ну, основной элемент, как бы, да, опирания той самой оболочки покрытия, да. Этих колонн, повторяю, было достаточно много, но они шли с шагом, основным шагом 12 метров. Ну, и если вы мне зададите, опять же, исходный вопрос, а что произошло бы, произошло ли на самом деле, мы поговорим чуть позже. Если бы мы каким-то образом убрали одну колонну, да, из этого контура, то есть сделали пролет не 12 метров, а 24 метра, да, например, все, железобетонная оболочка бы не выдержала, да, это признавали сами авторы проекта, да, Потому что железобетон на таких пролетах, да, при такой толщине, при таких нагрузках не работает, да, то есть образовалась бы трещина, да, в бетонной оболочке, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, это мы как бы забегаем, опять же, вперед, но рассматривая, как бы, некий рассуждитель. Ну, теперь мы же договорились, что мы будем говорить преимущественно о том, что сейчас называется цифровыми технологиями, да, цифровыми моделями, численными моделями ближе к нам, да. То есть мы вот поговорим о этих аспектах здесь сейчас, то есть о том, какие версии сценарии разрушения мы рассматривали, какие расчетные модели мы под эти версии сценарии строили, какие программные комплексы мы использовали. Ну, я помню вопросы, да, которые были по программным комплексам, я, помните, обещал, безусловно, обещание свое сдержу, рассказать об этом более подробно. Сегодня будет, или там на следующем занятии об этом рассказ, но не такой подробный, но тем не менее о том, что мы использовали в рамках экспертизы, я, конечно, расскажу, да. Далее, это методология построения и верификации расчетных моделей, да, то есть мы должны построить не просто абы какие модели, и построить не просто модели, в которые, типа, мы просто верим, да, вот я верю в эту модель, как в бога там, да, или просто вот такая вера. А мы должны верифицировать эту модель, мы должны доказать сами себе и всем остальным, что эта модель отвечает, да, тем предпосылкам, для которых мы ее строим, то есть тем сценариям и версиям, да, работы или разрушения, или обрушения, да, и мы можем эту модель действительно использовать для расчетного анализа, и на основании этого расчетного анализа, получив результаты, делать соответствующие обоснованные выводы. То есть видите, что при всей видимости, там, цифровизации, там, математизации, чего угодно, огромная часть работы в мозгах происходит, да. Ни одна модель, ни вчера, ни сегодня, я об этом уже говорил, ни завтра, ни послезавтра, не возьмет на себя эту часть работы, да. Если эта модель в руках дурака, да, это будет дурацкая модель, и результат у нее будет дурацкий, а выводы будут трижды дурацкими, да, а понятно, что, так сказать, последствия этих выводов может быть ужасающими, да. Поэтому еще раз повторяю, не верьте тем песням, которые поют разные люди, ну, как правило, очень далекие от реального, как бы, сектора, да, что все это можно цифровизовать, да, все это можно, так сказать, обучить с помощью каких-то там нейронных сетей и глубокого обучения, да, вот, никогда этого не будет, не потому что мы этого не хотим, может, мы и хотели бы это, да, но формализовать человеческий ум, знания, да, вот эти самые сложные хитросплетения и умозаключения, которые мы на основании этих, значит, исследований можем сделать, да, этого не будет никогда, то есть это всегда останется прерогативой человека, профессионала, да, более того, прошедшего определенную школу, да, то есть это, опять же, не со школьной парты дается, вы понимаете. Итак, после вот этого панигирика человеческому сознанию, да, значит, я возвращаюсь конкретно к нашему объекту и хочу сказать, что мы рассматривали практически все версии и, возможно, связанные с ними сценариями, обрушения, которые либо были озвучены к тому времени, либо пришли к нам в голову, да, либо возникали в процессе наших исследований, это тоже нормально, да, когда наши исследования выводят нас на какую-то новую стезю, дают нам новый поворот мысли, да, и как бы позволяют нам по-новому взглянуть на проблему, да, на объект, на проблему, на явление, которое там, значит, ему свойство. Но, тем не менее, изначально мы сгруппировали, и это было понятно с самого начала практически нам, сгруппировали все те сценарии, которые приходили нам тогда в голову, и которые потом могли прийти в голову, в четыре такие большие группы, да, группы, в каждой из которых были подгруппы, в них были конкретные уже сценарии. Первая группа, это, значит, группа, которая связана с разрушением или там потерей устойчивости того или другого элемента или узла опорного контура, то есть имеется в виду колонны со связями, да, ну, мы уже видели, как эти колонны были со связями устроены, у нас с вами уже возникли, у вас с нами, да, вот, возникли уже некоторые вопросы к этой конструкции, да, а почему так, да, а почему это так было устроено, вот, ну, то есть надо было посмотреть и в плане проектном, и тем более фактического состояния, да, как это работало, да, как это работало, и, значит, не было ли каких-то факторов, которые могли привести, да, в результате, вот, повторяю, потери прочности того или иного узла, того или иного элемента, привести к тому, что, ну, например, одна из колонн вышла из того самого опорного контура и практически сделала пролет из 12 метров, да, в оболочке 24 метров, что потом уже, конечно, значит, дальше все понятно, да. Вторая группа, вторая группа сценариев, да, версии сценариев, да, это связано с самой железобетонной оболочкой, да, как первопричиной возможного обрушения, да, мы уже видели, что она была большепролетной, тонкостенной, пологой, ну, то есть много неприятностей, да, таких потенциальных себе таила, ну, а мы, наверное, уже говорили, если нет, скажу это сейчас, что вот такого рода оболочки, значит, они, значит, работают не очень хорошо, там могут возникать трещины в зоне растяжения, да, вот при изгибе, при прогибах, такие оболочки могут терять устойчивость, ну, вот, что для оценки устойчивости расчетной нужно, мы тоже еще поговорим, так, ну, то есть, как бы это действительно такой конкурент для рассмотрения, как бы, как одна из групп, да, по версиям и сценариям возможного разрушения и последующего обрушения, так, оболочек. Третье, третье, это, собственно, тоже вы, наверное, это понимаете, это грунтовое основание и железобетонный каркас, как опорная часть для, вот, значит, наших колонн и оболочки, да. Надо сказать, что авторы проекта, авторы проекта, как и некие эксперты, которые потом работали от московского правительства в рамках московской комиссии, так называемой, но они, правда, отработали всего полтора месяца, повторяю, мы работали 9 месяцев, вот, они все рассматривали, что колонны, вот эти опорные колонны этой оболочки стоят на жестком основании, на абсолютно жестком основании. Ну, как первое приближение, это годится, первое приближение при расчетах, но, разумеется, мы с вами понимаем и видим, да, более того, по конструкции, что, конечно, это не абсолютно жесткое, да, что, во-первых, податливость обладает железобетонный каркас, на который опирались, да, опирались колонны, ну и, кроме того, сам грунтовый массив, да, на который опиралась железобетонная плита, фундаментная, да, он тоже, конечно, податливый. Ну, если я скажу, что это зона юго-запада Москвы, и раньше туда свозили мусор всякий техногенный, да, ну, наверное, вы мне, так сказать, поверите, да, что вот это грунтовое основание обладало определенной податливостью, да, то есть мы, вот, как бы, эти факторы, факторы неравномерности осадки, связанные вот с податливостью и грунтового основания, и железобетонного каркаса тоже включили в наше внимание, да, то есть мы прошли мимо этого, ну, как бы в желании понять, а не сказалось ли это значимо, да, и более того, не послужило ли это как-то одной из основных причин, да, вот того, что произошло. Ну и, наконец, после этих трех таких сепаратных групп, опорная часть, оболочка, основание, да, мы, естественно, рассматривали вариант, когда было возможно взаимное влияние или взаимное действие всех этих трех факторов, да, то есть оболочки, опорной части оболочки и железобетонного каркаса с грунтовым основанием. Возможно такое было бы? Ну да, в принципе, возможно. Наши исследования должны были это подтвердить или опровергнуть. Теперь давайте взглянем на то, что представляла себе собой конструкция, вот та самая обрушившаяся после обрушения, да, потому что вот я говорил и много уже, как бы, апеллировал к этому, но пока не показывал. Вот что открылось нашему взору, это, собственно, наши фотографии в рамках экспертизы, которые мы делали, ну, не только мы, конечно же, да, но и мы тоже. Вот со стороны внешнего контура это упавший опорный контур, да, упавший опорный контур оболочки, видите. Восьмерка обозначает зону снизу, да, зону опирания на восьмую колонну, ту самую восьмую колонну, какую ту самую, мы посмотрим еще, да, восьмую колонну, и мы видим, что вот этот опорный контур, как я вам и говорил, видите, так очень сильно армирован. То есть, тут такие мощные прутки арматуры, и между ними так затесался бетон. То есть, это такой мощнейший контур аборта. Ну, кстати говоря, вот эта вот субмагистральная трещина тут видна, такая субрадиальная магистральная трещина. Но, опять же, возникает вопрос, когда она возникла? В начальный момент, и в результате этого произошло падение. В процессе падения, из-за другой какой-то причины, которая произошла. Или уже после, собственно говоря, соприкосновения с землей, с подиумом, со стилобатом, не раскололась ли эта оболочка? То есть, тут, возможно, разные варианты. Ну, вот, как видно, это субмагистральная трещина. Ну, характерная потеря устойчивости арматуры тут происходит, тоже вы замечаете это, безусловно. Ну, и еще один ракурс, уже, так сказать, с внутренней стороны, да, на эту субмагистральную трещину, вот с таким искореженной арматурой, потерявшей устойчивость, да. Теперь посмотрим, как с колоннами дело обстояло после их падения, да. Я сразу начинаю вот с этой восьмой колонны, вот этой вот, да, условно, да, с этой восьмой колонной, которая была зафиксирована еще до того, как, да, до того, как там, значит, все было растащено, эти колонны, да, и соответствующим образом складировано, да. Мы видим, что вот эта колонна, ну, назовем ее восьмой, да, для простоты, эта колонна вот в определенной зоне, потом вернемся к этому вопросу, в какой зоне, да, практически перегнулась на 90 градусов, да, мы видим. Ну, и, кстати, тут хорошо видно и понятно, что внутри там этой колонны никакого бетона-то и не было, да, бетон бы, конечно же, не дал бы, да, будучи внутри, вот так и перегнулся. То есть это, повторяю, пустотелая тонкостенная, 8 миллиметров толщиной, 408 миллиметров, 480 миллиметров диаметром колонна, да. Вот, так она перегнулась, ну, вот еще два вида этой же колонны, ну, вот такой и вот такой. А все остальные колонны, все остальные буквально, кроме этой колонны, ну, по внешнему контуру мы говорим, по основному, да, несущему контуру, вот, они легли вот таким, как бы, прямолинейным образом, видите, вот так, просто вот так. Ну, и, кстати, здесь заметно, что вот это самые горизонтальные связи, распорки, так называемые, или мостики, да, для обслуживания, вот, видно, как они тоже устроены были, ну, и видно, что часть мостиков в определенных зонах потеряла устойчивость, видите, так волной прошло. Ну, это, опять же, дополнительный штрих к общей картине. Насчет мозгов. Вообще, профессионализма в частности и взаимодействия, да, взаимодействия натуры, эксперимента и математики, да. Вот нас, математиков, расчетчиков, часто подозревают, я с этим довольно регулярно сталкиваюсь, не знаю, как это это, подозревают в таком, несколько высокомерном, пренебрежительном отношении к экспериментаторам, да, к их натурщикам. Ну, вот могу вам сказать, что нет ничего более далекого от действительности, чем такое мнение или, тем более, утверждение, да. Мы прекрасно понимаем, и более того, в реальной жизни постоянно с этим сталкиваемся, то есть это понимание, значит, не кем-то нам навеять, да, а самую жизнью, нашим опытом и практикой, что все наши замечательные математические модели, начиная от самых простых, еще там, которые со времен, помните, Гука, да, пошли к нам, да, в теорию упругости, и кончая с самых-самых таких продвинутых, там, по всяким видам нелинейности, о которых мы будем еще говорить, там, физической нелинейности, геометрической нелинейности, ну, и ряда других, они были бы исключительно умозрительными математическими построениями, если бы, и так скоро, они не опирались на данные экспериментов и на то. Согласны к этому? Это я вам согласна. Я хотел бы, чтобы вот это согласие и понимание проникло и в нашу молодежную аудиторию, да, вот, поэтому, вот, здесь, как бы, подтверждение вот этого, да, я могу сказать. Как только выяснилось, да, что много здесь неясного, а понятно, что мы должны были в рамках этой экспертизы оперировать отнюдь не только проектными данными, данными по физико-механическим свойствам материалов, по геометрии, по сечениям, там, по сварке, по болтовым соединениям, ну, и так далее, и тому подобное, а должны были забраться, а как на самом деле было исполнено это все дело, да, и как на самом деле это работало, и как это разрушилось, да, конечно, мы могли бы каким-то образом, значит, сделать это, ну, как бы, исключительно нашими силами, но ценность нашей работы была бы в значительной степени снижена при этом, да. И вот тут как раз я показываю вам пример, как бы, плодотворности взаимодействия, взаимодействия расчетчиков, математиков и экспериментаторов-маковщиков, да, вот, что вы тут видите на этом слайде. Вы видите зоны разрушения тех самых колонн, верхнего узла колонн, ряда колонн. Что мы наблюдаем? Ну, конечно, мы это, как бы, наблюдали первыми, и, собственно, после этого обратились в ведущую российскую лабораторию металлографических исследований в институте Бардин, такой есть, да, в Академию наук, профессора Филиппова, обратились после того, как это заметили. А заметили мы следующее, что, оказывается, значительная часть колонн, по крайней мере, те колонны, которые вот к той восьмой колонне прилежали и к той зоне субрадиальной трещины, да, в железобетонной оболочке, вот, они разрушились вовсе не по, как бы, верху, да, то есть по зоне соединения Блюмса с закладной пластиной оболочки, как можно было предположить. И как предполагали авторы проекта, они считали этот узел вообще шарнирным, да, вообще шарнирным считали. Ну, сделали там какую-то по требованиям монтажника прихватку, как они считали, да, и считали, что будет работать как шарнир, напомню, да, под действием, собственно, веса и трения, вот. Ну, и если произошло разрушение, по идее, как бы, просто вот эта обварка должна была треснуть, ну, и, как бы, колонна должна была в таком виде и упасть, да. А нет, а не, оказалось, что вот эти колонны, которые, вот, собственно, прилегали к этой зоне, которая вызывала небезосновательный основной интерес наш, разрушились по основному металлу Блюмса на 10-15 сантиметров ниже зоны сплавления закладной пластины. Вот виден шлифт, да, этой трещины, ну, как бы, как эта трещина выглядела, и, собственно говоря, значит, эти образцы были исследованы, этих трещин, исследованы в этой лаборатории металлографических исследований Института Бардина, без какого-либо, так сказать, наезда с нашей стороны, да, то есть это было их исследование. И к чему они пришли? Вот посмотрите, к чему они пришли. Они пришли к тому, что в этих колоннах, в Блюмсе этих колонн, основная зона зарождения трещины – это наружная поверхность этого Блюмса, то есть та плоскость Блюмса, да, которая ориентированно обращена, да, к лесу, так скажем, да, к наружной поверхности, не к бассейну, а к лесу, вот эта зона, и, собственно, от этой зоны, вот видно на этой схеме, которая нарисована по результатам их исследований, происходило вот с помощью, видите, таких, как бы, колец, да, которые на деревьях можно наблюдать, да, происходило распространение этой трещины, да, то есть шаг за шагом в результате циклического нагружения, ну, то есть лег снег, стаял снег, лег снег, стаял снег, вот потихонечку развивается эта трещина, ну, и, наконец, она, повторяю, как бы, в конце концов захватила все сечение, да, ну, у тех колонн, о которых мы говорим, да, то есть мы видим, что здесь имело место никакое не шарнирное соединение, при которых моменты вообще не передаются на этой колонне, шарнирное соединение, а серьезная передача момента от изгиба оболочки покрытия, да, которая вызывала именно такой момент, который, вот, вызывает растягивающее напряжение, ну, и возможность образования трещина, брюнсы, на наружной его поверхности. Далее я очень кратенько, да, очень кратенько, потому что это не вполне предмет нашей сегодняшней лекции. Покажу, как мы классифицировали, да, в методологическом смысле покажу, да, как мы классифицировали вот все наши версии, сценарии, факторы, расчетные модели и программные комплексы, отвечающие этой расчетной модели. Вот эта таблица, это была такая целая простыня, которую мы заполнили изначально, потом дополняли, когда у нас появились новые мысли, да, новые версии, сценарии. Мы видим, что есть версия, есть ли одной и той же версии, может быть, несколько сценариев разрушения, значит, они тут тоже посмотрели. Факторы, которые влияют на эти сценарии, да, вот, которые нужно нам проанализировать их влияние, и откуда-то взять соответствующие характеристики. Расчетные модели, которые отвечают вот этим версиям, сценариям и факторам, да, и уже потом, здесь вот не хватило места, да, те программные комплексы, которые реализуют первое, второе, третье и четвертое. То есть программные комплексы, опять же, на хвосте, да, то есть сначала мозги, потом мозги, потом снова мозги, и опять мозги, и потом программные комплексы, да. Цифровые технологии, АУ, да, в понимании, так сказать, обученных чиновников, да. Вот, то есть профессионализм, профессионализм, четыре раза профессионализм, и только потом технологии, да, и только потом технологии. Пролистываю эту часть, она мне нужна была ровно ради этой, этой, филипики, которую я тут сейчас произнес. Методология. Вот здесь в полной мере сказывался наш опыт, он у нас был, я уже говорил к этому времени. Методология построения и верификации расчетных моделей, да. Ну, опять же, сейчас это является почти что общим местом, а тогда это было не так. Для того, чтобы, повторяю, этой модели верили не только мы, ну, прежде всего, мы верили, да, но и, так сказать, потом могли доказать другим, мы должны были ее верифицировать по целому ряду критериев, да. Каждую из расчетных моделей, которая, повторяю, отвечала тем факторам, которые чуть левее, тем, значит, сценариям, которые еще левее, и тем версиям, которые еще левее, да. То есть вот такая, так сказать, да, последовательность. К тому времени мы уже накопили, вот работая в атомной энергетике, в гиннер-энергетике, ну, и отчасти в гражданском строительстве, накопили большой опыт верификации таких моделей. То есть мы знали, как это делать, с чем сравнивать, да, где искать ошибки и до какой степени доводить нашу численную модель, там, ну, степень детализации, например, да, чтобы мы уже знали, что вот с этой модели мы можем выходить на реального, да, на реального слона, на реальную проблему, да, не из пушки по воробьям, вот, и доверять тем результатам, и более того, знать, с какой точностью мы получаем те результаты, которые лягут в основу экспертных заключений. А это очень суровая правда, да, то есть если мы как бы за нее отвечаем, мы должны как бы понимать, что за этим следует, да, то есть мы ставим подписи уже всю жизнь за это ответственность. Здесь есть целый ряд, значит, сегодня не буду этого касаться, значит, целый ряд критериев, да, по которым вот такая верификация и апробация модели проводится. Ну, если будет возможность, время и желание, мы еще к этому вернемся, так. Тем не менее, это тоже важная работа в рамках не только верификации, не только экспертизы, да, но и любой работы. Вот если мы проводим, например, расчетные исследования в рамках научно-технического сопровождения, например, уникальных, особо ответственных объектов, этот этап, этап построения и верификации расчетных моделей всегда должен присутствовать, да, вот. Мы должны на раз ответить любому оппоненту, любому критику, ну, самый сильный критик наш самих, естественно, должен сидеть, да, почему эта модель такова, почему мы должны доверять результатам, которые по ней получены, да, и не надо ли было сделать что-то еще другое, да, вот. Мы должны, так сказать, четко иметь ответ на эти вопросы. Ну, вот видите, как много там пунктов, каждый из них имеет свое назначение, за каждым из них огромная история, то есть, исследования и разработок, ну, вот квинтэссенция здесь, так сказать, показана. Так, Патрия Вовна, у нас время еще есть, да? Так, сколько у нас времени? Нет, ну, 25? 25 минут, окей, да, я просто хочу понять, как мне построить, да, и как выйти на апофеоз, да, значит, ну, у нас с вами такое театральное же действие, да, мы должны понимать. Так вот, переходим уже непосредственно, так сказать, ближе к делу, да, уже, как сказать, такой активной фазе наших экспертных исследований. Это методики, модели для расчетного анализа версии разрушения, ну, и последующего обрушения. Ну, все это состоит из того, о чем вы уже, наверное, знаете, да, о чем мы говорили. Ну, еще раз повторим здесь это, да, к месту, что называется, и по месту. Значит, численные методики расчета статического и динамического напряженно-деформированного состояния пространственной комбинированной системы. Ну, наша система была комбинированной, плитно-оболочной стержневой, да еще там с какими-то массивными включениями, да, то есть мы должны были такие системы, конечно, элементные, численные, значит, построить, да. Система грунтовое основание сооружений в рамках целой группы версий сценариев мы должны были рассмотреть грунтовое основание, железобетонный каркас, ну, и, как бы, все то, значит, все эти конструкции покрытия, которые на нем, на него опираются, да. Дальше, внимание, повторяю, это 16 лет тому назад, свежим, да, численное моделирование с учетом физической, геометрической и структурной нелинейности, то есть это не вчера возникло, вы видите, да, уже вот 16 лет назад мы этим не просто пользовались, да, а мы как бы знали, о чем говорим. Что за физическая нелинейность? Ну, как, отвечаем мы, это возможная пластичность металла, особенно в нагруженных зонах, ну, мы видим, что металл разрушился, да, ну, скажем, колонны, мы должны были учесть пластичность, да, не только трещина, это ползучесть бетона, ну, бетон, оболочка, да, железобетонный находился под нагрузками, а мы знаем, что среди нелинейных факторов свойственных железобетону очень важные факторы, это первичная и вторичная ползучесть, которые в значительной степени могут увеличивать в разы, увеличивать прогибы таких большепролетных конструкций, да, это, кстати, в нормах есть, ну, в виде неких эмпирических коэффициентов, здесь мы должны были это пощупать уже не эмпирически, а вот с помощью таких самых современных моделей, математических моделей, которые описывают ползучесть бетона, это вот физическая нелинейность, нелинейное поведение материала, как пример, геометрическая нелинейность, о чем идет речь? Ну как, мы имели дело с тонкостенной оболочкой, да, вы спросите, какие были у нее прогибы, были ли они соизмеримы с характерными размерами, а вот посмотрим, а вот посмотрим, да, и если, коль скоро соизмеримы, то мы должны были эту геометрическую нелинейность учесть, более того, возможно, довести до потери устойчивости. Вы спросите, только ли в отношении железобетонной оболочки покрытия эффекты геометрической нелинейности могли играть роль? Спросите вы меня. И в начале этой экспертизы я бы вам, скорее всего, ответил, если бы я находился вот так, находился в начале экспертизы, ответил, что да, только для оболочки, что ли. Но я же говорил, да, что в процессе исследования, а то не исследовано, да, что результаты ее могут быть получены самые неожиданные, и промежуточные результаты могут выводить на какие-то новые версии сценарий, которые мы изначально даже не видим. Это увлекательный процесс, практически детективный, как я говорю, да. Итак, геометрическая нелинейность, структурная нелинейность, контактные взаимодействия, были ли они в этой конструкции? Ну да, я отвечаю, конечно. Более того, вы, может, даже и вспомните, в какого рода конструкциях эти контактные взаимодействия, которые, по сути, являются структурно-нелинейными, да, играли роль, насколько важную, и где мы на следующем занятии обязательно этого коснемся. Оценка прочности элементов конструкции по нормативным критериям. Но мы уже говорили, и могу повторить, что были сильные сомнения, ну, жизнь подтвердила обоснованность этих сомнений, в том, что все конструктивные элементы вот этой конструкции покрытия, опорной части, ну, может быть, не только, да, удовлетворяют критериям прочности и устойчивости, ну, в нормативном смысле этого слова, то есть под действующим тогда российским нормам. Мы должны были, конечно, это дело оценить, в том числе для того, чтобы, ну, как бы в тех местах, где, значит, эти требования по прочности не были удовлетворены, да, как бы эти места рассматривать как очаг возможного разрушения, да, то есть это нам давало такие легальные законные основания. Итак, я закончил с первой частью, не пугайтесь, сейчас я переключусь на вторую часть наших лекций. Вот она. Ну, начинается она прямо ровно с того, чем заканчивалась предыдущая, поэтому я сразу перелистываю на следующую. И вот тут как раз момент истины для любителей программных комплексов, да, не скупает. Вы видите, что уже тогда, во время экспертизы, да, в 2004-2005 годах, мы использовали в рамках этой экспертизы, внимание, пять программных комплексов на альтернативной основе. Законный вопрос у вас возникнет. А с какого перепугу пять? С какого перепугу именно этих, да? Еще одного не хватало? Да, вы правы, к тому времени, в 2004 году, даже для вот расчетного обоснования уникальных, особо ответственных зданий, сооружений, каковым, безусловно, относился Трансвальд Парк, использовалось только один программный комплекс. И первая строка дает нам ответ, почему мы выбрали Лиру. Именно потому, что Лира использовалась в качестве расчетного инструмента, расчетного обоснования, несущей способности, ну, как мы бы сейчас сказали, безопасности, да, механической безопасности этого объекта. Почему Лира? Ну, это был выбор конструкторов, авторов проекта. Почему мы не могли, вы спросите, воспользоваться их моделью Лировской, да, как бы сами не разрабатывать, да, в этой Лире. А вот, опять же, детективный жанр в действии, да, когда мы пришли, как бы, забирать, значит, эту модель, не сами, правда, расчетчики, да, не сами конструкторы, а их адвокаты, которые к тому времени уже были, значит, наняты и выполняли свою работу. Опять же, каждый делает свое дело, понимаете, адвокаты должны защищать, а не обвинять. Вот, значит, нам было заявлено, что компьютер, внимание, единственный компьютер, на который была модель, вот эта Лировская, сгорел, ну, а, значит, вместе с ней сгорело, как бы, все наши надежды получить эту модель и как-то ее проверить с точки зрения проектных предположений авторов проекта, да. Поэтому эту модель в Лире мы строили сами, ну, некоторой модель, назовем это так, с тем, чтобы подтвердить или опровергнуть проектные предположения авторов конструкции, ну, на которых они строили, значит, все свои, значит, все свои, так сказать, условия и доводы, да, по работе конструкции. Следующий вычислительный комплекс, который мы использовали, программный комплекс SCAD, ну, тоже вам хорошо известный наверняка. Это еще тогда такие, видите, ранние версии, повторяю, ушел 2004 год. Почему SCAD, тем более, что он, как бы, исторически отпочковался от Лиры 90-е годы, да, прошлого столетия, а, как бы, корень у них общий, так, и команда общая. Ну, по ряду причин. К тому времени SCAD уже давно перешел в такое самостоятельное плавание, то есть многие опции у него были реализованы уже самостоятельно. Ну, где-то хуже, где-то лучше, как бы, не будем сейчас сравнительным анализом заниматься, мы, по-видимому, сможем этому посвятить отдельную лекцию. Вот, но тем не менее, опять же, основную роль тут сыграли вовсе не цифровые технологии, и там не какие-то радости интерфейса, а мозги, мозги. Потому что идейным вдохновителем и лидером, и до сего дня идейным лидером, да, SCAD был наш хороший друг и товарищ старший, это Анатолий Викторович Перельмутер, который предложил свои услуги, услуги своей команды в части исследования устойчивости той самой оболочки. А вы помните, это был один из сценариев, одна из версий, что оболочка там могла потерять устойчивость. Ну, и как бы понятно, что все, что можно было делать на альтернативной основе, мы пытались сделать на альтернативной основе, ну, в рамках отведенного нам времени, там, ресурсов и так далее, да. Ну, и, конечно, мы с благодарностью приняли такое предложение, и вот могу сказать, что SCAD-овская модель и результаты по SCAD-у легли в основу, в частности, выводов в отношении, ну, как бы, виновности, да, возможной виновности оболочки, да, с точки зрения, значит, какого-то сценария обрушения. Итак, это SCAD. Программный комплекс Stadio, ну, тут, наверное, комментарии излишни, это наш программный комплекс, к тому времени ему исполнилось, сколько уже, без малого, 30 лет, да, так, на секундочку, к тому времени. Понятно, что в этом комплексе мы все знали, ну, или нам так казалось, мы могли там покопаться в кишках при необходимости, что-то добавить, убавить для цели экспертизы, ну, вот, собственно, поэтому, ну, а также потому, что по ряду опций, по ряду возможностей, прежде всего, в области динамики, в области большеразмерных задач, многокомпонентных. Stadio, естественно, превосходил Yeru SCAD, да, на тот момент. Ну, и, наконец, вы видите, замыкает эту замечательную пятерку, великолепную, два известных программных комплексов, Ensis и Abacus. Ну, это мировые лидеры и тогда, и сегодня, они входят в тройку мировых лидеров тяжелого софта вычислительной механики мировых лидеров, да. Тяжелый софт и в хорошем, и в плохом смысле этого слова, да, это те самые пушки, из которых не стреляют по воробьям, да, а по слонам. То есть, когда есть серьезная наукоемкая проблема, где бы то ни было, в строительстве в том числе. То есть, задачи большой размерности, сложно сочиненные, динамика, нелинейности разные, да, вот все четыре вида, которые мы делали, да. Вот там как раз Ensis и Abacus как бы лидируют и позволяют нам глубже и оперативнее продвинуться на пути понимания процессов, чем те, кто работает в другом секторе. Ну, например, Lira-Escat это сектор по классификации нашей, да, таких специализированных или объектно-ориентированных программ специализированных на строительство, да, которые имеют свои преимущества именно в области строительства, но, конечно, уступают вот этим монстрам, да, китам, значит, такие, как Ensis и Abacus иностран, вот в области такого тяжелого моделирования, да, то есть, таких тяжелых задач, где не все очевидно, скажем так, да. Вы спросите, а каким образом мы получили доступ к Ensis и Abacus, да, видите, мозги-то и тут надо иметь, и тут надо их прикладывать, а вот так мы уже тогда были в тесных связях и с Ensis и Abacus решали целый ряд задач, ну, в Abacus вообще половина разработчиков из России, скажу вам страшную тайну, расскажу, да, мои друзья, я там уже бывал в этом Abacus к тому времени, вот, в Бостоне и его окрестностях, да, и видел, как все там организовано, значит, каким образом мы получили доступ? А очень просто, оказывается, вот такие разработчики вот такого очень тяжелого софта с годовыми оборотами в миллиарды долларов, так, на секундочку, да, оцените размер бизнеса, да, сегодня это действительно миллиарды долларов, ну, и тогда были где-то около того. они очень заинтересованы, очень заинтересованы в том, что в их программные комплексы использовались для исследования каких-то важных, интересных, прорывных, резонансных задач, да, и поэтому, когда мы им рассказали, естественно, обратились к ним там с письмом, да, что вот мы хотели бы использовать ваш программный комплекс для такой сложной задачи, которой много не очевидно, ну, и так далее, и тому подобное, бла-бла-бла, ну, с научно-техническим подтекстом, разумеется, да, и мы готовы не просто использовать, а потом представить научно-техническому сообществу преимущества, да, использования их, вот для решения таких задач и особенностей использования, они практически без обсуждений, без каких-либо итераций согласились, безвозмездно, вернее, бесплатно, бесплатно, но не безвозмездно, возмездием было то, что мы должны были вот рассказать сообществу, в виде своих публикаций, лекций, ну, вот отчасти я сейчас тоже этим занимаюсь, да, я не отрабатываю какой-то номер, я говорю это абсолютно искренне, да, и так, анасисия Абакус, вот я могу сказать, что Абакус нам, например, я уж не знаю, каким образом, где-то нескольких недель слал документацию по Абакусу, у меня было, так сказать, 10 или 12 толстых томов Абакуса, да, с документацией, бесплатно, абсолютно, понимаете, вот, за тем, чтобы мы не просто легально, а зряче могли пользоваться Абакусом, да, вот со всеми теоретическими описаниями, примерами, мэниуалами, верификациейшеном и так далее, это, кстати, нам очень потом помогло, когда мы проводили верификацию, да, ну, и АНСИСа, и Абакуса потом в системе Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук. Мы потихонечку, а может быть и не очень, переходим уже, значит, к вопросам, где тоже много мозгов, и есть доля и цифровых технологий тоже, да, и была тогда, ну, и сегодня есть, это моделирование нагрузок и воздействий, как проектных, так и фактических, тех, которые были во время эксплуатации, строительства и эксплуатации этого объекта, ну, и, соответственно, в период его разрушения и обрушения. Ну, я полагаю, что с этого мы начнем следующую лекцию, если Татьяна Вовна не возражает, да, следующую лекцию, которая у нас будет через две недели, так, я готов сейчас ответить на вопросы, чтобы было немножко времени для них, да, если они возникли. вопросы, предложения, замечания, поношения, все, что угодно, значит, будет воспринято. А вот спросить, а что сейсмические воздействия вот в московском регионе тоже играют какую-то роль? Очень правильный вопрос. Мы когда вот будем рассматривать здесь действительно предпоследование, третья снизу строка это сейсмические воздействия, да, вот, я недаром их оставил без изменения, хотя правильнее было немножко по-другому написать микросейсмические воздействия, да, или там транспортные сейсмические воздействия, да, но мы поговорим, о чем идет речь. Да, вот такого рода сейсмические воздействия, микросейсмические, транспортные, есть в Москве, как в любом другом городе, ну, и тем более в мегаполисе, А мы еще не забудем, что этот объект стоял в 700 местров от Московской кольцевой автодорогой с незатихающим круглосуточным движением. И грунты были очень плохие, я уже об этом говорил. Через них передавались вибрации. Они реально передавались, и мы, вместе с нашими экспериментаторами, которых мы любим, повторяю, мы их замерили, эти вибрации сейсмические. — Все понятно. А вот микрофе у вас не было какого-то желания там привлечь? — Я могу сказать, что в работе Московской комиссии, где работало три независимых группы расчетчиков, повторяю, не стреляйте в пианиста, он играет как может, им было выделено всего полтора месяца. Поэтому они галопом по всяческим Европам там могли только, да, то есть они исследовали только часть сценариев, только часть версии, ну и с тем инструментарий, который был. Так вот, среди инструментов анализа расчетного там была Лира, был Скат и был микрофе. Это три разные группы, да. Значит, мы микрофе не использовали, не видели нужды. Ну, вот в том раскладе пяти программных комплексов, которые по каким причинам мы использовали, мы тоже сказали, да, микрофе не решал тогда, ну и не решает сегодня какой-либо задачи, который не решался вот этим бы, так сказать, пятиконечником, да, из пяти программных комплексов, да. Вот нет ни одной такой задачи, которая бы... Я знаю, что это мнение мое знают и разработчики микрофе, да, вот. Ну, это так, да. Если бы как-то по-другому сложилась ситуация, может быть, микрофе был бы тоже среди участников нашего состязания, так скажем. Спасибо. У кого вопросы? Пожалуйста. Ну, давайте кто. А не подходите? Представляете. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вечер. Как вас зовут? Меня зовут Денис. Здравствуйте. Вопрос такой. Смотрите, данный проект, как, я так понимаю, уникальное здание, должен проходить государственную экспертизу. И вопрос, собственно, простой. А каким образом данные, ну, не сказать, не увязки, а сложные технические решения были проверены экспертизой, вот в плане, например, того же шарнирного узла, про который вы говорили. Ой, Денис, какой вы интересный вопрос задали. Этот вопрос, который я очень внимательно объясняю. Объясняю, так сказать, да, рассуждая на эту тему, когда вот преподаю судебным строительно-техническим экспертам, да, ну, потому что это важный вопрос, да, о роли участников процесса, ну, процесса проектирования в том числе, да, всех этапов жизненного цикла объекта, ну, и в частности государственной экспертизы. Да, этот проект проходил московскую государственную, не главгос, а не главную государственную, а московскую государственную экспертизу, да. Причем, внимание, как выяснилось потом, мы не знали об этом в начале, но когда мы, как бы, допрашивали или собеседовали с теми экспертами московской экспертизы, которые пропускали этот, да, этот проект, мы выяснили, что два раза проходило на экспертизу. Два раза. Что это были за экспертизы? Чем они отличались друг от друга, эти проекты, и почему два раза, да? Задаю я вопрос, дрожащих от в небо голоса. Отвечу в следующий раз. Занятые говорили. Это одна из моих задач. Хорошо, спасибо. Ждем. Еще вопросы подходить. Кто-то очень долго идет. Наверное, из другого города. Здравствуйте. Меня зовут Никита. У меня вопрос. Вот мы в течение сертифиций говорим про экспертизу проектов. При этом в России у нас же сертифицированы только три программы. Лира, Скат и Робот. А какое основание у нас имеют такие программы, как Митрофе, Ансис? Они же ведь не сертифицированы у нас. Да. Денис, значит, задали очень интересный вопрос. Тоже интересный. Но я, в отличие от предыдущего, не буду строить из себя какого-то разгневанного отца государства, как там Учатского, помните, в горе от ума, где укажите нам отечество отцы, которых мы должны принять за образцы. Вот то, что вы говорите, неправильно, во-первых, ни по форме, ни по сути. Объясню. Да, есть, существовало и есть до сих пор, вернее, приказало долго жить, буквально два месяца назад. Система сертификации в строительстве, да? Если вы зайдете на сайт Центра сертификации программных средств, ЦСПС, да? Ну, или могли зайти там несколько недель назад, вы там увидели бы такое прощальное послание, да? Что мы закрываемся, нету больше сил, значит, если кто-то хочет после нас, давайте. Почему? Мы всегда выступали в качестве таких последовательных противников вот той процедуры сертификации, которая была принята в России на протяжении последних десятилетий. Ну, и на момент экспертизы вот этой, Трансфальд-парк, она была такая же, да? Хотя мы знаем людей, которые там сидят, среди них есть довольно милые люди, то есть, как бы, человеческое и профессиональное здесь разное, да? Ну, чем они занимались? Что такое сертификация? Вот вы говорите, сертификация, да? Сначала что такое, а потом кто ей обладал, да? Оказывается, что такое сертификация? Если переводить это на человеческий язык, всем понятно, да? Существует дерево в лесу, в нем есть дупло, большое, на нем написано ЦСПС, Центр сертификации программных средств. Вы в это дупло раз в два года несете 100 тысяч рублей, это главное, и заполненный вами же, вами, как автором программы, не они это делают, а вы, сертификат в соответствии с тем или иным нормам, да? Ну, нашим российским, с НИПом, СП, ГОСТом, да? Через месяц вы забираете подписанный со стороны ЦСПС, ну, с печатями, разумеется, да? Этот сертификат многостраничный, но 100 тысяч рублей там уже нету. И на два года вы можете пользоваться вот этой липовой бумагой. Вы спросите, а в чем смысл? А не в чем? Это, как говорил Остап Бендер, один из таких принятых в России сравнительно честных способов отъема денег и введения в заблуждение в значительной части общественности. Вопрос, а почему авторы программы этим занимаются, этой фигней? Хотя все это прекрасно знали и знаем. Мы тоже этим занимались, не скрою, да, вот по нашим программам средствам, мы вот раз в два года облегчали себя на 100 с лишним тысяч рублей. А потому что есть или были надзорные органы, которые говорили так. Да, мы знаем, что это процедура добровольная. Говорили они. Повторяю, кроме атомной энергетики, да, вот в гражданском строительстве. В атомной энергетике там обязательно процедура, с деньгами, там с экспертами, да, и так далее. Отдельная тема. Да, мы знаем, что она добровольная, но мы не пропустим ваш проект, не пропустим. Который выполнен по не сертифицированной программе. То есть вот такой добровольно-принудительной она была, понимаете, да. И как бы принудительной страной, принуждающей страной выступали, не знаю, добровольно ли безграмотные или недобровольно безграмотные надзорные органы в России. Особенно на местах, на территориях, да. Повторяю, эта система, по счастью, приказала долго жить. Кто были клиентами этой системы? Кто имел сертификаты? Вот в отличие от того, что вы говорите, все имели эти сертификаты. Лира имела? Ну, давайте сегодняшний срез проблемы возьмем. Лира Сапра имеет? Имеет. Лира 10 имеет? Имеет. Скат 21 имеет? Имеет. Микрофе, ну, инж плюс там, имеет, имеет. Старк ЕС имеет? Имеет. Робот имеет? Имеет. Софистик, казалось бы, софистик, казалось бы, МИДОС, да, СИБЛ, там, как там могут быть российские нормы? А сертификация только на соответствии нормы, да? Не определение напряженной реформирования задачи, не задача строительной механики, да? Вот, а именно на соответствии нормам, да? Они тоже имеют. То есть это явная липа, да? Явная липа, о которой все знали, с которой все мирились. Что взамен ей? Вот Татьяна Львовна знает об этом хорошо, как участник этого движения, да? А мы были, как бы, авторами и у истоков его стояли. После Трансфальпарка, ну, а потом и Басманного рынка, да, стало понятно, что дальше так, в том числе с программным обеспечением, жить нельзя. Вот эти сертификаты, значит, не стоят той бумаги, на которой они напечатаны, ну, и тех чернил, которые на нее потрачены, так я вам сказал, да? Вот, то есть нужно придумывать что-то другое. Что было взято за основу? За основу было взято то, что существовало с начала 90-х годов, тоже я был, как бы, одним из авторов этого движения. Это процедура аттестации программных средств, используемых при обосновании объектов атомной энергетики, да? Вот с 91-го года эта процедура существует, и все программные средства, которые используются при обосновании объекта атомной энергетики, обязаны иметь аттестационный паспорт. А это, значит, верификационный отчет, это экспертиза, это многократное прохождение экспертного совета, ну, и так далее, да? Повторяю, я в этой системе уже более 27 лет. Вот за основу была взята эта система, она была, естественно, разумным образом минимизирована, ну, чтобы не было таких жестоких требованных, и ей было придано добровольное начало, да? То есть, как бы, кто хочет. Многие спрашивали тогда, а какой это будет иметь вес? Ну, вот добровольно профессиональное сообщество, да, эксперты, уважаемые, в этом участвовали, на основании, вот, повторяю, верификационных отчетов, примеров, там, да, матрицы верификации, свидетельства. Будет ли это иметь какое-то значение, да, будет ли экспертиза, главное, государственная, территориальная, признавать, значит, те программы, которые прошли эти факты, эту процедуру? Да, тогда, 12 лет назад, мы не знали, будет ли это иметь силу. Сегодня, уже спустя вот это время, я могу сказать, да, это один из тех редких примеров, когда движение профессионального сообщества снизу, не сверху навязанное, да, вот, не цифровая технология, да, а вот снизу движение, да, от понимания проблемы, вот, оно не просто дало некие плоды, плоды, а эти плоды, в виде вот этих верифицированных программных комплексов, сегодня не просто признаются главгосэкспертизой, а требуются главгосэкспертизой, если и когда мы идем с расчетным обоснованием, да, уникальных и особо ответственных объектов. Вот это один, может быть, из немногих, но ободряющих примеров, которые говорят о том, что вот такого рода инициативу надо проявлять, и она со временем, да, оправдается и окупится. Да, в России надо жить долго, да, чтобы увидеть плоды своей деятельности. Это так. Это один из таких немногих, быть может, но вполне ободряющих нас примеров. Ответил, Денис, на ваш вопрос? Да, да, да. А, Александр Михайлович, а ЛИРА-10 прошла верификацию? Нет, верификацию, вот давайте, я об этом не сказал, кто прошел верификацию на сегодняшний день. Это не то, что я кого-то хочу пригвоздить к позорному столбу, а кого-то, наоборот, там, поднять на флаг. Значит, шесть программ, сегодня прошло верификацию, шесть программных комплексов, ну, начиная с тяжелых. Это, значит, Ensis Mechanical, Abacus Simuli Abacus, Midas GTS, Midas Civil, Mikrofe и LiraSapper. Шесть программных комплексов, да. Остальные либо находятся в раздумье, либо находятся в процессе и в раздумье, не знаю, в каком соотношении, да. Но мы надеемся, что этот процесс продолжится, да, потому что сегодня, в общем-то, ему нет даже альтернативы. Даже вот эта вот липовая бумага под нажание сертификат сегодня прекратила свое действие, да. То есть сегодня никакого органа по сертификации не существует. Запомните это. А СКАД разве не прошел? СКАД не прошел. Да-да-да, не прошел, не прошел. Я очень трогательно и хорошо отношусь к СКАДу, вы это знаете, особенно к людям, которые занимаются СКАДом. Но это так, это факт. Клинический практически. Я присутствовала, когда лирус. Да, это непростой был процесс, да. Это было что-то. Это непростой процесс, тут нет никаких, знаете, так сказать, не может быть опоры на заслуги прошлые, на то, что вот им пользуются сотни тысячи людей. Абсолютно нет, только научные аргументы, только аргументы, которые признаются в нашем профессиональном вычислительном сообществе. Только так и не иначе. Все равны. Так, ну, еще есть вопросы? Да. Так, еще один вопрос. Давайте бегом только, бегом, бегом. Быстрее его пропускайте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Александр. Да, мы с вами уже беседовали, я помню, да. Мы с вами уже беседовали. Такой вопрос. У нас тут в разговоре, вот на вашей лекции, промелькнул вопрос физической нелинейности. И вроде как интересует вопрос, как вообще физическая нелинейность задавалась в Скаде. Отвечаю, если мы говорим о этой экспертизе, ну и о дальнейших, так сказать, работах, да. Действительно, вы правы, в Скаде до сего дня, как это ни странно, да, нету, ну я не беру какие-то исследовательские версии, а такие рабочие версии Скада, включая 21-го версии, нету физической нелинейности, да, нету. В Лире формально она есть, но тоже не в полном объеме, но полный объем вообще невозможен, потому что, понятно, физическая нелинейность, она пронизывает поведение всех материалов. И удовлетворительные модели физически нелинейного поведения построены только для металлов сегодня, да, для железобетона есть конкурирующие модели в разной степени, так сказать, да, подробности приближения, для грунта тем более, да, ну и так далее и тому подобное. Так вот, ни Скад, ни Лиру в рамках этой экспертизы причины обрушения Трансфальпарка мы не использовали при исследовании учете физической нелинейности, да, не использовали. То есть мы использовали Стадио, Ансис и Абапус. Спасибо. Хотя у Перед Митлова есть много книг по нелинейности. А понимаете, Татьяна Любовна, одно дело книги, а другое дело практическая программная реализация, которая должна быть рассчитана в хорошем этом смысле на дурака, в хорошем, на хорошего дурака, да, что если даже хороший расчетчик жмет кнопку под названием физической нелинейности, он должен быть уверен, да, что она сработает во всех ситуациях. Пока такой уверенности у разработчика нет, он не имеет права эту кнопку помещать в интерфейс, да, вот. Пусть у него даже такой загашник есть для его разработчика цели. Александр Георгиевич, большое спасибо. Большое, пожалуйста. Да. Очень интересная лекция. Ждите, я много поставил запятых и закорючек, да, значит, сегодня, с тем, чтобы опереться на них и зацепиться на них на следующей лекции, да, поэтому это будет сделано, обещаю вам. До встречи. До встречи. Всего доброго. Всего доброго.